Ну, наконец-то! Заждались мы солнышко. И вот-вот 9 марта осчастливило оно нас своим теплом и яркостью. Бедный, несчастный. Спать ему вчера до полвторого ночи кто-то мешал. Никто тебе не мешал. Ты сегодня в 9 почти встал утра. Мне надо свистеть в 9, я уже поел. Поел ты. Вон, солнышко какое. Ребенок греется. А ты давай, шагай, иди до луны. Нашагивай. А мы с патрюшкой дома. Нам и дома хорошо. Вот так вот. Хороший хозяин собаку в такую погоду не выгонит. Я собачку. И не выгоняю. Так вот. Собаку даже. А мужа и подавно. А тут иди. И палкой еще и гоня. Шагай, шагай. Это ты придумал, что надо елки-палки до луны шагать. И нам с патриком никуда не надо. Ну, не знаю, куда ты там шагаешь. До центра земли? Еще это не скоро. А то он устал. У него пальчики онемели. Новости читать. Шоколадку что-нибудь трескать. Чтоб не бухтело. Ну, понятное дело. На три разочка разделила, разложила по пакетикам. Подписала, что это судак. И морозилочку на три раза. Каждый пакетик на 4,5 получается. Очень даже неплохо. Люблю запасы. Здесь у меня и курочка. И мяско вот такое вот. Грудка куреная. Вон еще. Такое же вот мяско. И рыбка теперь. Судачок. И даже на всякий случай. Как захочется. Как это называется. Чего? Он лежал, отдыхал. Я вам мусор приготовила. Тебе, кстати, вынеси. Не буду. Я только села отдохнуть. Там у птичек корма мало. Так это ж твое хозяйство. Моё. За тобой голубь там ходит. Это ты рассказываешь. Он лежал, отдыхал, а я тут в поте лица елки-палки. Да я в поте лица по магазинам бегал. Что ты врешь? Что ты по магазинам? Ты сходил в магазин, даже лук забыл купить. Что? Мне лук не нужен. У меня чеснок есть. А кто любит овощные супы? А у меня чеснок есть. Там, кстати, картошки нет, ты утром не принес. А картошку ты когда будешь готовить? Я могла сегодня сварить совершенно другой суп. Я варила суп из топора, можно сказать. Из овощей, которые были в доме. Четыре картошины там было. И горст риса. Сказку про топор все знают, что из топора как варится. А вот попробуй. Вот попробуй. А вот сумей. Да. Из топора она. Понакидала туда всего, что было в доме. А у меня картошки не было. Ага. Картошки. Ты ж свое... То, что ты обязан. Кто вчера нафиг картошки наварил столько, что даже не влезло? Я-то картошки вчера наварила, нормально пюре делала. Но пюре я делала опять. Молока в доме не было. И сливки были только сегодня на завтрак, на утро. Кофе. И все. Поэтому я два дня выкручивалась как только могла и сгалялась. Нормальные хозяйки картошку жарят, а не делают пюре. Так, Владимир Андреевич. Идите. И не просто идите. Что? Шагайте отсюда. Задело сразу? Шагайте. А то я не нормальная хозяйка. Конечно. Пюре с подливой, с белыми грибами. И с курицей ему так. Фу! Зажрались вы? Курицу. Кто выловил? Зажрался. Белые грибы. Кто принес? Как понять? Выловил. В магазине кто выловил? Шагайте. Не наклониться даже. Выходит на площадку. А кто откормил? Прикрой дверь. Не прикрою. Открою. Птицам. Там жаловался, что голубь ходит. Где птицам? На улицу. Вынести зерна. Кот базилия. Нет. Я эти очки отдал те, которые были в кота базилии. Шагай. Закрывай. Набегался? Видишь? Щечки. Ага. Там чистил снег. Я ж слышала. Где снег чистил? Это не ты чистил? Нет. Ты что? Таким взглядом одарил меня. Ласковым и нежным. А говорят, какой муж у вас мудрый. Вот именно мудрый. Это при мудрой жене муж хороший. Скажи, что не так. Скажи, что не так. А? Это надо подумать. Почему ты мне цветов много даришь? Есть заслуга моя за это? Ну, соответственно, конечно. Да. Секреты открывать не будем, но много чего есть, за что можно дарить жене цветы. Правда? Да. Вот. И вообще, женщинам приятно, наверное, цветы получать. А, ты только поэтому даришь. Что приятно женщинам цветы получать. Потому что заслужили. Наша судьба дарить. Да. Любовь дарить. И счастье. При хорошей жене муж всегда хороший. Разве не так? Не зря же говорят, муж голова, жена шея. Куда повернет шея, туда муж и вывернет. И еще говорят, лотерейный билет хорошая жена. Если вытащишь лотерейный билет, то и к президенту пригласят тебя. Ага. За хорошую работу. Так это, получается, жена работает, да? Нет. За хорошую работу. За ум. Так. Но жена же должна повернуть. Чтобы все это раскрылось в полной мере. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот даже сбоку никуда не прилипнуть. Сразу мажет рукой. Как там на улице? Потеплело, нет? Обжигающий ветер. В очках и слезы. Вот я думаю, что ты пришел, думаю, так быстро набегался. Можешь к вечеру стихнет. Да, стихнет. А очень это... В квартиру-то, конечно, тепло. Да. Даже газ отключен, потому что жарко. Ну, дома тепло очень, правда? Дома тепло. Вот что значит солнышко? Экономия. Солнечная сторона. Это тоже важно. Хотя у нас газовое отопление. Светило бы солнце почаще. Вообще бы газ не надо было включать. И витамин Д не надо пить тогда. Ну вот, опять на жене экономить начал. Экономить и заснять все. Какой муж молодец. За картошкой побежал. Господи, Господи. Сказать нечего, да? Нет. Блогеры эти. А что ты так мало находил? Еще даже восьми тысяч нет шагов. Еще все впереди. А, ты ждешь, когда потеплеет. К вечеру навряд ли потеплеет. К вечеру обычно теплеет. Не знаю, не знаю. Посмотрю, какая погода будет вечером. Почасовая. Почасовая. Да. А джику свою не забудь. Последняя баночка там осталась. Да. Золотая баночка. Надо будет делать. Золотая баночка. Некоторых с квартиры выгонять. Покупай мне билет куда-нибудь красивый. Или денег выдавай. Нам с Патриком надо куда-то вместе нырять. Да. Сейчас. Патрик со мной. Ему эти запахи чесноком надышатся. А я только в раздуме, делать целую порцию или... Или вообще не делать. Или половинку. Или вообще не делать. Банку эту вот забрать. Вот эту вот. Скорость. Сегодня снег растает. Я уже не в банку буду, а там... Вот кофе и заварку собираем сюда. Собираем в трехлитровой банке. В подвале. Сейчас пока тает, я высыпаю на землю. Да. Чтобы земля была удобренная. Кстати, земля была глиняная, тяжелая. А сейчас она такая пушистая стала. Очень даже помогает. У кого сад, имейте в виду. Владимир Андреевич, оторвитесь, пожалуйста, от своих там новостей или чего там. Устанавливаю сахар в крови, чтобы не мерить. Раз и все. У тебя тут кушать подано. Кушать подано. Это не убежит. Как это не убежит? А куда ж это убежит? А как ты в телефон будешь пальцем? Сейчас. Смотрю. Может еще не установится. Это надо было вот в эту секунду, когда я... Сейчас выискочила. Я когда значит сыграла. Посмотрим по времени. Сколько он будет ждать. Я практически уже доедаю свой супчик, а тут еще только начинают кушать. Я эксперимент делал. Выживу, не выживу? Ну и как оно? Я не знаю. Ты съела. Пока еще жива. А ты кушать будешь или нет? А? Или ты кушать не хочешь? Сухого наелся, уже натаскался. Как красиво ты лежишь. Зоинка ты мой. Да, любимка мой. Красиво лежишь. Вкусный хоть суп-то был? Да. По-моему, ничего даже не понял, что ты там кушал. Ну вот чем он отличается от молодежи, которые тоже все время в айфонах своих. Вот и муж такой же точно. На старости лет. Младшая дочка прислала, какие у нее тюльпанчики стоят. Она объединила те, что Владимир Андреевич подарил, и те, что подарил ей собственный муж. И вот такой огромный шикарный букет тюльпанов весенних. А вот эти вот тюльпаны прислала старшая дочка, показала. Это вот Владимир Андреевич подарил. Это муж сестры. А это, я не знаю, или на работе, или, может быть, ей муж подарил. Не знаю. Мы счастливы. Что заказывала? Штрицель, что ли? Ух ты. Ух ты. Такой всегда последний, кстати. Вот я только думала, вчера ему последний сядет. Кто-то у тебя по блату, наверное, держит тебя. А это чего? Люся передала. Люся. Молодец, Люся. А ты дальше, что ли? Нет. Пойду сейчас опять на диван. К Люся. С Люся гулять. Кусается морозик. Штрицель 2,49. Это то, что вчера он должен был к чаю принести на ужин. Когда мы фильм смотрели кофе, пили с ним, он не пошел. А сегодня вот. Штрицель. Сейчас покажу. Странно. Какие-то он зажаристый очень приносит. Прямо. Прямо сильно зажаристый. Секрет последнего Штрицеля. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Вы, наверное, тоже поняли, почему он остался невостребованный. Хе-хе. Хе-хе. Но мы, кстати, такой любим. Очень зажаристый. Он такой сухонький. Вкусный очень. А особенно вот на такой красивой тарелочке. С вкусным кофе со сливками. Правда, здорово будет? Одно удовольствие. Нет. Два. Штрицель и тарелочка. Но мужу разницы нет, на какой тарелке. Ему даже на бумажной салфетке тоже пойдет. Он не заморачивается, как я. Что он баночку-то заберет и вынесет. Что там уже снег растаял. Видите? Вот она как стояла, так и стоит благополучно. Не напомнила. Он даже не вспомнила. Что мы хотим? Ты все получил. Все вкусняшки. Иди на свое место. Где твое место, Патрюша? Это разве здесь твое место? Котечка. Не желает со мной разговаривать. Да? Ушел. Без тебя тебя не взял. Ты грустишь? Не знаю, что там муж говорит, что холодно. Но он... Дети не спеша гуляют. Со школы идут. С собачками гуляют. Солнышко еще светит. Так что не так уж сильно и морозно. Очень дерутся мальчики-то. Чего они там интересно не поделили, непонятно. У мальчиков какие-то разборки. Чего-то не поделили. Один другому с разбегу ногой как ударил. Ну вот, видите, дерутся. 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 Очень даже... Он собачуля гуляет себе не спеша. Все, Владимир Андреевич. Нагулялся, похоже. Нетушки. Не пойду я. Давай, давай, давай. Иди домой, хорош. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что пишите комментарии. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Заходите ко мне на канал почаще. Всем пока.